Алтайский край сейчас на втором месте по числу выявленных больных. 12 на первом Красноярский край. Там выявлено 32 случая заболевания. Когда ждать пика, наши специалисты сказать затрудняются, но называют ситуацию контролируемой. Из 12 зарегистрированных случаев 6 выявлены по контакту. То есть это говорит о том, что мы с Министерством здравоохранения совместно, своевременно и очень активно проводим мероприятия среди контактных. Поэтому удается локализовать ситуацию. Если заболеваемость будет расти, зараженных готовы принять 9 госпиталей. Это уже известная 5-я горбольница, 4-я больных детей будут лечить в Краевом центре охраны материнства и детства, роженец в 11-м роддоме. В других городах тоже готовятся. По одному учреждению под больных с коронавирусом отдадут в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камнинаби, Яровом. В районы и больницы таких больных доставлять не планируют. Это требует совершенно иных подходов. И в случае, если это тяжелой и средней степени тяжести, здесь требуется иная квалификация специалистов. Поэтому на сегодняшний день мы транспортировать, если это будет необходимо, транспортировать будем этих пациентов в 5-ю городскую больницу. Что касается тех, кто сейчас на передовой, врачи, медсестер, санитарок. Известно, что правительство России выделило более 91 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. По словам министра, врачи скорой и поликлиник получат плюс 80% к своему среднему доходу. Средний медицинский персонал 40, младше 20. Доплата тех, кто непосредственно лечит больных коронавирусной инфекцией, будут выше врачам 100% к среднемесячному доходу, среднему персоналу 50, младшему 30. Сейчас мы определяем порядок и каким образом будут эти средства доведены до подведомственных организаций, оказывающих данную медицинскую помощь. Участники пресс-конференции отметили, что все, кто работает с больными коронавирусом, обеспечат средствами индивидуальной защиты. А вот что касается масок для обычных людей, когда они появятся в аптеках, журналисты так и не узнали, зато узнали, что носить их все-таки нужно. Но не просто гуляя, а в помещениях, например, в магазинах либо аптеках. Татьяна Голубева, День с толком, из дома.